Пожалуйста, конечно, передавайте. А кто это? Девушка, а кто вы? Я-то представлюсь, но вы же ничего не перепутали. Вы же звоните, не я вам звоню. Мне так все равно. Я сейчас трубку брошу, да и все. А, то есть вы не будете вас слушать? Да, почему? Ну вы этикет слышали, слово такое? Звоните, представьтесь. Трудно, что ли? Я же должен понимать, с кем я разговариваю. Микрофинансовая компания. Я заем юридический отдел Исаева Кристина Сергеевна. О, смотрите, все очень просто оказалось. Просто вы понимали. Ну, конечно, а вы кто? Вы дозвонились в юридическую организацию. Дмитрий Евгеньевич, меня зовут. Компания называется Алям. Алям, хорошо. Хорошо, значит, а вы решаете вопрос задолженности, Светлана? Слово «решаем», скажем так, не совсем корректно выбрано. Мы занимаемся ее долговыми обязательствами. Занимаетесь долговыми обязательствами. Хорошо. Значит, вы представляете интересы самого Светланы Юрьевны? Ну, давайте так. Если вам так удобнее, хорошо. Пускай это будет таким образом. Еще раз посмотрите, какую организацию представляете, что развитирует. Общество с ограниченной ответственностью. Алям. 2L внутри слова. В конце слова М. Михаил. Алям. Хорошо. Я зафиксировала информацию. Вы передадите, значит, информацию вашему клиенту, да? Какую информацию? Телефон у нас запишется. Да, я хочу вам сообщить, чтобы мы, скажем так, лишних движений не делали ни вы, ни мы. Клиент, вы позвонили на телефон клиента, на номер телефона клиента. Она воспользовалась услугой переадресации, сбросила звонок, переадресовала его на нашу организацию. Так как человек не намерен поддерживать устный формат общения, не знает, как общаться с микрофинансовыми организациями, мы, в свою очередь, от имени клиента отправили ряд писем в вашу организацию, где изложили суть дела. Ну и, соответственно, ждем от вас ответной реакции. Все просто, стандартно и по закону. А? Ну, может, не дошло еще. А может быть, вы на почту не сходили. Мы же с уведомлением о вручении, с заказными письмами отправляем. Может быть, ваши сотрудники, которые отвечают за этот момент, просто еще банально не сходили на почту за письмом. Такое тоже может быть. Ну, по почте России в течение месяца, да, покупают письма? По-разному, смотря. Мы в Санкт-Петербурге пишем, поэтому по-разному. Ну, видите ли... Хорошо, нет, вы передадите информацию, которую мы предлагаем ей о решении вопроса задолженности? Конечно, давайте, давайте. Мы, в первую очередь, естественно, должны услышать эту информацию и, конечно же, предложим клиенту, если в ней есть какое-то зерно какое-то рациональное. Хорошо. Тогда комментируйте, пожалуйста. Мы и ранее с ней как-то общались, но она как-то не реагирует. Никак не хочет, наверное, решать вопрос задолженности. Ну, так как вы, юридическая компания, как я поняла, да, организация с ограниченной ответственностью, я предоставлю вам данную информацию, если уже так тоже не получится. Номер телефона. Что это наш? Что нужно сделать? Номер телефона для начала. А, он у нас отобразился, не трудитесь. Конечно. Да нет, вы на этот номер не перезвоните, на который у вас отобразился. Так, а зачем? Нет, мы вообще, устный формат общения, я же вам помните в начале разговора сообщил, устный формат общения нас не интересует. Трога переписка, это совершенно законный способ.